Ее называют одной из самых противоречивых фигур в мире кино, что испортило репутацию Вележевой. Почему она винить себя в преждевременном уходе сестры-двойняшки? И с каким кризисом ей помог справиться муж, актер Алексей Гуськов. Немногие знали о том, что у Лидии Вележевой была сестра-двойняшка. Лидия родилась в Киеве через считанные минуты после сестры-близняшки Ирины. Прадед девочек по национальности цигом в качестве главы табора барона кочевал из страны в страну с соплеменниками, а вот отца своего они знали плохо. Родители разошлись вскоре после рождения детей. Мать, Любовь Леонидовна Вележева работала на табачной фабрике, где была передовиком производства и трудилась по трехсменному графику. Когда дочери подросли и пришло время отправлять их в первый класс в школу, она решила уйти с фабрики, чтобы иметь больше времени для их воспитания. Тогда директор табачной фабрики предложил ей продолжить трудиться на производстве, а детей устроить в интернат. При этом, так как Лидия и Ирина не были сиротами, матери пришлось платить за их содержание в интернате на протяжении всех 10 лет учебы. Ежемесячная плата за содержание воспитанников в интернате составляла 120 рублей за одного человека, из которых 50 процентов оплачивала мать, а остальные 50 процентов фабрика. Таким образом, сестры Вележевы были определены в общеобразовательную школу-интернат с углубленным изучением китайского языка, где кроме основной учебы у них была возможность посещать различные спортивные секции и тематические кружки. Мать пообещала после 3 класса забрать девочек из интерната, но к тому времени им настолько понравилось жить и учиться там, что они слезно упрашивали ее не делать этого. Будучи школьницей, в разное время Лидия занималась гандболом, фигурным катанием, народными танцами, бальными танцами. Обучалась игре на фортепиано, гитаре и трубе, а также принимала участие во всех школьных концертах, выразительно читала стихи и мечтала стать актрисой. Нравится? Да. Самыми постоянными оказались ее занятия в школьном драматическом кружке. После того, как девочки окончили 6 класс, мать вновь вышла замуж за полковника в отставке. Учим Владимир заменил девочкам отца, также предлагал забрать их из интерната, но они снова отказались. Сестры были очень похожи внешне, но при этом их характеры были абсолютно разными. Лидия говорила «Поразительное дело, у нас разница всего в 5 минут. Я младшая, а мы такие разные люди. Я уже в детстве любила выступать, с выражением читала стихи. В 13 лет сама поехала на кинопробы и начала сниматься в кино на Киевской киностудии, потом на Одесской. Ира же всегда была стеснительным ребенком». Лидия в 13 лет сыграла свою первую роль в фильме «Ожидание». Снимавшийся вместе с ней актер Юрий Катин-Ярцев посоветовал ей поехать в Москву и поступать в театральный вуз. В 21 год Лидия Вилежева сыграла свою первую главную роль в фильме «Государственная граница», который принес ей всесоюзную популярность. Тогда же она устроилась в театре имени Вахтангова и вскоре превратилась в одну из ведущих актрис. «Чем гениальней, тем тише». Начало ее кинокарьеры пришлось на 90-е годы. И в этот кризисный период у нее не было ярких крупных ролей. Об актрисе вновь заговорили в конце 20 века, когда она снялась в фильме «Классик» и в сериале «Простые истины». С тех пор ее актерская карьера пошла на взлет. Актриса всегда была очень хороша собой. Режиссеры чаще всего видели ее в образах роковых женщин, злодеек и авантюристок. В 2019 году на актрису огрушилась волна критики после того, как она устроила дебош в самолете. В нетрезвом состоянии Вилежева отказалась пристегнуть ремень безопасности и привести спинку кресла в вертикальное положение и шумно отстаивала свои права. Она не захотела покинуть салон лайнера по просьбе бортпроводника. Ее сняли с рейса сотрудники полиции. Позже актриса утверждала, что выпил один бокал вина. И ее муж объяснял ее выходки на борту переутомлением и действием снотворного. Эта история испортила ее репутацию. Но тем не менее Лидия в жизни добилась успехов. А вот ее сестра всегда была намного мягче и слабее, что в итоге привело к очень печальным последствиям. Их пути разошлись еще в юности. Лидия уехала в Москву, а Ирина в 16 лет вышла замуж. И так никуда и не поступила. Брак оказался неудачным. Она вышла замуж во второй раз, но потеряла супруга, его сбила машина. После этого Ирина утратила интерес к жизни и начала выпивать. Лидия неоднократно пыталась поговорить с сестрой, но та замкнулась в себе и не прислушивалась ни к чьим советам. Ирина испытывала к сестре смешанные чувства, одновременно и гордилась ею и завидовала ей. Когда кто-то обращал внимание на ее сходство со знаменитой актрисой, она говорила, что они просто знакомые. Когда Ирине было 43 года, у нее случился сердечный приступ и она ушла из жизни. Лидия Вилежева до сих пор не может себе простить того, что не уберегла сестру и винить себя в ее преждевременном уходе. Актриса признается, это ужасно, я всегда задаю себе вопрос. Смогла бы я ее спасти? Я пыталась, сколько могла ей помогать. Я человек такой, которым может отдать последнее. Мне ее не хватает. Перенести все испытания и трудности актрисе помог ее муж, актер Алексей Гуськов. Он впервые увидел ее на экране в фильме «Государственная граница». Несмотря на то, что актриса ему понравилась, никаких попыток найти ее и познакомиться он не делал. Но однажды, сидя на театральной лестнице, сигарета в руках увидел, как она поднимается наверх. Лидия попросила у него спички. Подкурив, она автоматически положила их в собственный карман и убежала готовиться к репетиции. Оказалось, они задействованы в одном спектакле и Алексей Гуськов все время сверлил актрису взглядом, раздумывая, собирается она ему возвращать пресловутые спички или нет. По воспоминаниям Лидии, мысль о том, что этот мужчина, сидящий на театральной лестнице, станет ее мужем, промелькнула в тот же момент, когда она его увидела. Вскоре Алексей Гуськов и Лидия Вилежева стали мужем и женой. По-моему, я просто в тебя влюбился. Для него это был уже второй брак. Со своей первой женой Татьяной он разошелся из-за несовпадения интересов. Они в браке уже 35 лет, и им вместе пришлось пройти немало испытаний. Начиналась их жизнь коммуналки, когда денег не хватало даже на нормальное питание. Потом пришли сложные 90-е годы, застой, невостребованность привели к тому, что Алексей начал злоупотреблять спиртным. Однако они вместе смогли преодолеть трудности и дождаться своего звездного часа. Они воспитали двух замечательных сыновей. Владимир Старший, сегодня успешный актер, работает вместе с родителями в театре имени Вахтангова. Дмитрий решил стать продюсером. Лидия Вилежева точно знает, что в семье никто никому ничего не должен. Ее главный секрет счастливого брака заключается в том, чтобы не мешать своему мужчине. Сейчас Лидия Вилежева 56 лет, а Алексею Гуськову 64 года.